Здравствуйте! Министерство информации работает с самого начала, потому что мы понимаем, с чего началась эта война. И если в мирное время обычно такого министерства никогда не было, мы понимаем, что если есть на войне Министерство обороны, то, наверное, и на информационной войне нужна Министерство информации, хотя меньше всего мы бы хотели воевать. Но, тем не менее, в прошлый год, точно так же, как и для всех остальных институтов власти ДНР, был годом становления как структур министерства, так и систем коммуникации, средств массовой информации, так и той нормативной законодательной базы, которая позволяет работать в правовом поле. Если коротко, то чем занимается Министерство информации? По закону это регулирование рынка деятельности средств массовой информации. Но если говорить, проецировать на нашу повседневную работу, то что входит в функции? Например, мы регистрируем все СМИ, которые, это печатные, это телевидение, телеканал, вы точно так же имеете свидетельства о СМИ. Мы регистрируем даже сайты, то, что в интернете, потому что мы понимаем, что сейчас основные информационные бои ведутся, в том числе и в интернете. Значит, кроме этого, мы новое регистрируем, это операторов наружной рекламы, потому что мы поняли, когда все это произошло, почти все, кто владельцы средств наружной рекламы, они оказались на той стороне, и нужно нам было все это приводить в порядок и понять, кто тут есть и кто собирается работать. Значит, эту работу мы проводили в прошлом году. Также мы регистрируем, аккредитируем журналистов. Это, кстати, функция, с которой, собственно, и начиналось министерство, и все, наверное, помнят, на седьмом этаже в Доме правительства, пресс-центр, и каждый из вас, наверное, там получал аккредитацию, и до сих пор все это работает. Также мы регулируем работу, выполнение закона о СМИ, который принял прошлое летом, Народный совет, и часть подзаконных актов уже, так сказать, написаны, тоже входят в наши функции. Также создана за прошлый год система государственных средств массовой информации. В каждом городе и районе у нас есть газета государственная, которая рассказывает о том, как работают органы власти, что делается для людей, а также работают, как все это проецируется, так сказать, на местную власть. Также у нас есть две газеты республиканского значения «Донецкое время», это государственные газеты, но коммерческие, и «Голос республики». «Голос республики» по обращению Народного совета, вот, наверное, будем делать официальным органом, который будет публиковать все законы, нормативные документы, которые принимают все законотворческие органы власти. В 2015 году был принят закон о СМИ, расскажите об этом. На самом деле закон о СМИ был принят летом, летом 2015 года, это был достаточно сложный процесс, его принимали, его обсуждали долго, в том числе, например, журналисты, Союз журналистов принимал участие в обсуждении. Потому что многие вещи, с которыми мы столкнулись, потому что мы, наверное, ну, может быть первые, может быть не первые, которые оказались, что информационная война привела к реальной. И пришлось даже формулировать некоторые такие пункты, которые вот и прецедентов, может быть, не было. Например, у нас только государственные телерадиокомпании должны быть, там еще какие-то вещи прописаны, может быть, даже жестче, чем в обыкновенное мирное время. Потому что мы пострадали от этой информационной войны, и мы понимаем, и мы имеем право называть вещи своими именами. Хотя, конечно же, все демократические нормы там прописаны. Например, цензура, запрещена у нас цензура, у нас государство гарантирует свободную деятельность средств массовой информации и так далее. Что подразумевается по свободной деятельностью средств массовой информации? Вот более обширно для людей, которые, может быть, для обыкновенных наших телезрителей. Ну, например, мы как-то в вашу деятельность вмешиваемся, мы что-либо вам навязываем, мы что-либо вас цензурируем, и вот вы телевидение Новороссия. Как-либо мы влияем на вашу деятельность. То есть вы свободно, как журналист, рассказываете то, что видите, чувствуете, как это понимаете. И мне кажется, что сейчас то, что мы подразумеваем, и, может быть, слово цензура, оно негативное. Но на самом деле, если мы скажем, что цензура у каждого журналиста должна быть, это его совесть, его понимание, как его слово отзовется, чем оно отзовется, миром или войной. И это ответственность каждый журналист должен брать на себя. И если вот так он будет примерять, то, наверное, у нас никогда информационные войны не будут приводить к реальным. И то, что мы видим, какую роль, даже не хочу их назвать журналистами, пропагандисты Украины сыграли в том, чтобы развязана была война на нашей земле. Я понимаю, ну ведь и в прошлом году, и периодически случаются такие неприятные моменты, когда приезжают люди из других стран, да, вот на территорию ДНР, они получают аккредитацию в информационном центре. Но, тем не менее, получается, что подача информации ими получается не совсем достоверной. Как с этим вы пытаетесь бороться, возможно, и какие существуют критерии, благодаря которым иностранцы получают аккредитацию? Ну, мы, конечно, смотрим, что они там пишут, и самые идиозные к нам перестали ездить. Ведь вообще им интересно тогда, когда тут война. Вот когда упал Боинг, мы за двое суток, по-моему, 300 иностранных журналистов аккредитовали. Вот им было интересно. Когда тут были бои, так они тут просто чередой. Когда мы строим молодое государство, когда у нас происходят мирные процессы, когда у нас там выплачивается пенсия, когда мы восстанавливаем республику, им это неинтересно. Им это неинтересно, потому что задания их редакции не ставят, а редакциям не ставит то, кто их финансирует. То есть мы понимаем, что сейчас средства массовой информации — это такое же оружие воздействия на умы, это просто оружие массового поражения, да, и оно имеет такую же власть, как деньги, или как оружие реальное, и в этот же ряд я бы поставила средства массовой информации. Поэтому, конечно же, журналисты сюда иностранные, ну, те, которые, понимаем, на той стороне баррикад, они сюда приезжают исключительно для того, чтобы доказать миру там свою, да, свою демократию, которую, как известно, они, на чем они на, так сказать, на орудиях или на снарядах несут «миру», в кавычках. Поэтому, конечно же, мы сюда стараемся приглашать тех журналистов, они, надо сказать, они есть, которые стараются освещать правдиво. Другое дело, что каналы информации за рубежом им не так много принадлежит, это может быть скорее блогеры или фрилансеры, но, тем не менее, мы видим, прорывы есть. Вот во Франции показали фильм, который показал правду о Майдане, и какой-то имел резонанс. Там его три или четыре раза показывали, чуть ли не на бис, то есть глаза открываются потихоньку. Поэтому совсем заслон мы не можем поставить, понимая, что кто-то приезжает за правдой. Конечно, мы оказываем содействие всем иностранным журналистам, которые стараются писать о Донецкой Республике, Донецкой Народной Республике, вообще о Донбассе, правду. Я понимаю, но, тем не менее, свои, как бы, как правильно сказать, так, сейчас мысли, 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 мысли мои. Тем не менее, информационная война, как бы, нас в себя втягивает, и мы не можем в ней не участвовать. Да, вот вы сами говорите о том, что существует разная политика, существуют разные моменты и способы освещения, все зависит от того, кто является спонсором того или иного канала. Но, тем не менее, вот как вы оцениваете информационную политику, которую проводят украинские каналы? Ну, что тут сказать, если они, все бойцы информационного фронта, все направлены против нас? То есть, фактически, главная задача создать какую-то другую реальность, агрессивную, в которой, там, русофобскую, в которой и Россия, и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, это враг, агрессор, и они это все время, там, для этого нету, так сказать, чего-либо, вверх цинизма, то, что они используют. То есть, это может быть вообще инсценировка, это может быть павильоны, в котором там снимается какая-то война. Это уже не говоря о том, что они могут просто брать нашу картинку и накладывать на нее свои, там, собственный, там, другой текст, который, там, их точку зрения. То есть, их процент вранья, я даже не знаю, по Геббельсу, они уже и Геббельса гораздо больше, в большей степени используют, потому что их уже совершенно известная вот эта фраза, они сами себя обстреливают, да, ну уж куда, казалось бы, мы уже даже перестали ее цитировать, потому что настолько она глупа. И вот сегодня мы видим, если вы открывали топ украинских новостей, мы сами, оказывается, фильтровальную станцию взорвали. Вот скажешь, ну как же так, ополченцы, которые защищают свой город, там живут семьи, дети, это тыл, как можно самим себя лишить воды? Но, тем не менее, вот сегодня Украина вся взорвалась вот такой новостью. Что тут скажешь? Какой-то параллельный мир. Когда Украина протрезвеет, это пробуждение будет ужасным, когда придется все-таки признать ту реальность, которая есть. И нам противостоять, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко. Легко, потому что легко говорить правду, а сложно, потому что с той стороны такой, да, такая подготовка, тем более она велась десятилетиями, выращивали журналистами, финансировали все средства массовой информации. То есть там достаточно серьезный такой пул этого всего направлен против нас. Но, тем не менее, наше дело правое. Победа будет за нами. Насколько я понимаю, противостоять мы можем только благодаря сотрудничеству именно с иностранными журналистами, которые непредвзято готовы освещать, да, насколько я понимаю, и тем, что мы действительно отражаем то, что происходит. Без всякого вранья и не подобаясь вот украинским сменам. Наша задача следовать тем традициям журналистики отечественной, которая за объективность. Вот объективность, самое главное, следовать этому принципу, и все будет хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Анализируйте и делайте выводы самостоятельно. Объективную информацию всегда можно найти. Это была программа «Путь в правду», я и ведущая Оксана Волчонок, и наша гостья Елена Никитина, исполняющая обязанности министра информации Донецкой Народной Республики. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.